А некоторые болельщики предпочли не ограничиваться телевизионной трансляцией и вслед за спортсменами поехали в Южную Корею. В этом году на Олимпиаде их было как никогда много. Очевидцы говорят, по численности наши уступали только канадцам и американцам. Видновчанин Сергей Жохов поездку планировал еще четыре года назад. Помимо личных вещей, он не забыл положить в чемодан и флаг России. Правда, не простой, а с надписью «Видное», чем и прославил родной город на весь мир. Болельщик посетил несколько матчей по хоккею, там первый раз его и заметили. А после победы нашей фигуристки Алины Загитовой во время награждения флаг и вовсе попал в объективы всех фото и видеокамер. Так получилось, что просто первый занял место по-русски. Там никто не сидел, никто никого не прогонял. То есть ты был не намерен, вы не хотели, да? Нет, я хотел сесть за скамейкой нашей команды, вот и флаг там повесил. Загитов специально это сделал, да, да. Я знаю, что покажу. Случайность или нет, но болельщик из «Видного» выбрал именно те виды спорта, в которых Россия показала наивысший результат, взяв олимпийское золото. Также наши спортсмены из Кореи привезли 9 бронзовых и 6 серебряных медалей, оказавшись на 13-м месте в медальном зачете. Субтитры создавал DimaTorzok